Поэтому вот сейчас самое время для этого блюда. Ой, как красиво все это кипит. Последний штрих. Всем привет! С вами снова вкусные рассказы и Сергей. Сегодня мы будем готовить фаршированные перцы. Натолкнуло меня на эту мысль то, что у нас на даче созрел вот такой вот прекрасный урожай перцев. Поэтому их мы и будем сегодня фаршировать. Что нам для этого понадобится? Первым делом нам понадобится мясо. Здесь килограмм фарша. Фарш я делаю следующим образом. 30% филе куриной грудки, 30% филе бедра куриного и 30% мякоти говядины. Получается очень вкусно и, как вы видите, даже красиво. Дальше нам понадобится рис. У меня уже есть заранее отваренный рис. Он такой немножечко аль денте. На килограмм фарша я возьму примерно... Ну, я беру по объему, половину объема мяса возьму риса. Дальше я беру две вот такого размера морковки, две вот такого размера луковицы, один помидор. Часть морковки и часть лука мы положим в наш фарш, которым будем фаршировать перцы. А часть у нас уйдет в соус, которым эти перцы будут тушиться. Убираем. И, конечно же, зелень. Поскольку сейчас лето, много всевозможной зелени, я ее тоже добавлю... Ой! Я эту зелень тоже добавлю в фарш. И это нашим перцам придаст аромата и вкуса. Ну что, с ингредиентами я вас познакомил. Давайте начинать. Итак, друзья, продукты мы с вами подготовили. Идемте к нашему рабочему месту. Начинаем готовить. Выкладываю в эту кастрюльку наше мясо. Добавляю... Да, собственно, виселица добавляю. Следующее, что нам предстоит сделать, это мелко порезать лук. Который мы отправим туда же. Лук я режу вот такими вот мелкими кусочками. Сразу отправляем первую половинку луковицы. И отправляем вторую половинку луковицы. Я люблю, когда лук побольше. Поэтому от второй луковицы я возьму половину и тоже ее добавлю в фарш. Следующий этап нашей готовки пьем морковь. На крупной терке. Часть моркови мы отправляем в наш фарш. Да, пожалуй, наверное, всю эту морковь и отправляем. Вот так вот. А вторую морковку мы приготовим для того, чтобы использовать ее в приготовлении соуса. Так вот, друзья, морковь мы нашу потерли. Давайте пока мы ее переложим вот сюда. Ближайшие несколько минут она нам не понадобится. Следующий ингредиент в это прекрасное блюдо кладут далеко не все и не всегда. Но я вам скажу, что я его очень люблю. Грех не воспользоваться этой зеленью. Она даст прекрасный вкус, она даст прекрасный аромат нашему блюду. Поэтому давайте будем его мелко шинковать и добавлять в наше блюдо. Зелень я использую смесь петрушки, кинзы и укропа. Здесь все сразу. Каждый из этих травок дает свой аромат. Ой, как же пахнет, ребята. Не важно. Так, ну что, всыпаем нашу зеленью. И, собственно, сразу большую такую горсть добавляем в фарш. Ну, а вот это вот я немножечко оставлю для того, чтобы потом украсить наше блюдо, когда мы будем его кушать. Все наши ингредиенты в фарш мы добавили. Остается его посолить. Сюда где-то нам нужна столовая ложка соли. Совершенно спокойно. И поперчить. Перец я люблю добавлять свежемолотый. Немного добавлять его не буду. Он нам нужен исключительно для аромата. Перемешиваем наш фарш. Я это делаю руками, ребята. Руки у меня чистые. За душой никакого зла не ношу, поэтому уверен, что все будет хорошо. Наше блюдо будет вкусным и всем очень понравится. Сюда можно добавить немножечко воды, чтобы фарш был более однородным. Буквально миллилитров сто. Тогда и перцы у нас будут сочнее. Фарш будет равномернее размешан. Вот, друзья, в результате замешивания вот такое вот чудо у нас получилось. Красивое. Лук, рис, зелень, мясо. А теперь давайте готовить перцы. Перцы готовить проще простого. Вырезаем середину. Вот, чтобы у нас получалось что-то вот такое. И вот такая вот красивая крышечка, которую мы накроем. Вот, вы считаете, один перчик готов. Перцы прямо с грядки. Еще вчера росли в нашей теплице. Слышите, как они хрустят. Поэтому вот сейчас самое время для этого блюда. Вот, я вам рекомендую порадовать им своих близких. Так, вот это вот мы вырезаем. Вот так вот семечки мы беспощадно вычищаем, друзья. Ну, они нам совсем нужны. То же самое. Это очень простая работа. Приступаем к самому интересному. Фаршировки. Перцы мы все подготовили предварительно. Вот они все почищены, лежат. Крышечки здесь же. Давайте мы даже будем делать вот так. Мясо, хочу вам сказать, оно любит руки. Так, фаршируем, находим крышечку, берем третью и так далее. И все наши перцы фаршируем. Фарш, я уже вижу, останется, но это не страшно. Перцев у меня больше нет, но зато у меня есть капуста. И ровно с этим же фаршем я сделаю завтра прекрасные голубцы. Все, ребята. Перцы я зафаршировал. Начинаем готовить. Включаем плиту. Пусть наш казанчик греется. Прежде чем я перцы отправлю в наш казан, первым делом мы приготовим соус, который будет состоять из... Немножечко обжарим лук, немножечко обжарим морковку, пассеруем для того, чтобы получился такой аромат. Затем мы аккуратненько туда же уложим наши перцы. Зальем все это сметанным соусом. Ну, сейчас вы все это сами увидите. Так, пока у меня нагревается казан, повышенные помидорчики. Что я еще забыл достать, это сметану. Сейчас я ее тоже принесу. Блюдо достаточно универсальное, готовится разным количеством способов. Кто-то еще в соус добавляет чеснок, кто-то острый перец, все по-разному. Это как кто в какой семье привык. Ну что, друзья, казан нагрелся. Наливаем немножечко подсолнечного масла и отправляем лук. Начал обжариваться. Долго мы его обжаривать не будем. Буквально чуть-чуть сейчас он даст твой запах. Начнем становиться золотистым. Я сразу же добавлю морковь к этому луку. Начал давать вкусный запах. Добавляем морковь. Ну, а пусть они вместе сейчас обжариваются. Накроем крышкой. Пусть немножко обжаривается. Что нам нужно еще? Нам нужно приготовить соус. Лук с морковкой немножечко у нас поджарились. Я думаю, что можно добавлять нас помидор. И начинаем готовить наш соус. Для соуса я беру сметану. Ну, наверное, три такие большие столовые ложки. Этого будет достаточно. И добавляю к сметане горячей воды для того, чтобы наш соус такой был жизненький. Я думаю, что мы можем уже начинать укладывать наши перцы. Рядышком друг дружки. Неваляшки у меня сегодня. Ну, да, поливаем это все нашим соусом. Где-то примерно наполовину. Еще немножечко я присолю. Буквально чайную ложку. И как только закипит, я сейчас все это поставлю на медленный огонь. И примерно минут 30-35 у меня все это будет тушиться до готовности. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Ой, как красиво все это кипит. Пусть продолжает готовиться. Еще минут 20 и все будет готово. Давайте мы убавим огонь. Я думаю, четверочка будет то, что надо. У меня не получилось снять, как я укладываю эти перцы. Ну, к сожалению, техника дает сбой. И одна камера у меня выключилась. Но покажу вам, как это выглядит сейчас. Вот так аккуратненько, один к одному. Перчики мы укладываем. Заливаем их соусом. Для того, чтобы они были полностью в соусе. И аккуратно, вот так вот, на медленном огне. Вот у меня, видите, сейчас четверочка. Да, чтобы вот так вот на четверочке они потихоньку-потихоньку тушились, становились мягкими, ароматными и сочными. Подождем еще совсем чуть-чуть. И посмотрим, что у нас получилось. Ребята, а получится у нас очень вкусная вещь. Это я вам гарантирую. Вот такие вот замечательные перчики. Сладкие. Соли ровно столько, сколько надо. Уверен, что сейчас нам будет очень вкусно. Тогда мы будем откушать. Если вам понравился наш рецепт, призываю вас готовить по нему. Не сомневаюсь, что будет вкусно. Мы сейчас в этом убедимся. Ну, а вы убедитесь тогда, когда приготовите себе точно такие же. Все, друзья, пока. До следующих встреч. Последний штрих. Добавим немножечко сметанки к нашим перцам. И посыпем зеленью. Вот он, райское угощение. А кто-то уже ест. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok